Здравствуйте! С вами в студии адвокат Михаил Пахомов. Как известно, на летние месяцы приходится наибольшее количество отпусков. Им сопутствуют волнительные ожидания, всевозможные приготовления, предвкушения новых ощущений и положительных эмоций. Чтобы отпуск по-настоящему удался и оставил только радостные впечатления, к нему нужно подготовиться заранее. Сегодня мы поговорим о том, что взять с собой поездку, к чему следует подготовиться, что важно предусмотреть и чего нельзя упустить. Желательно заранее составить список всего того, что нужно не забыть сделать и купить. При всем множестве вариантов составления списка есть главные моменты, на которые следует обратить внимание. Проверьте срок действия загранпаспорта и оформите визы. Оплатите имеющиеся неоплаченные счета. Проверьте, не ограничено ли ваше право на выезд из страны, например, из-за неуплаты штрафа. При этом настоятельно рекомендую делать это не позже, чем за полтора-два месяца до выезда. Если вы планируете организованный отдых за пределами страны, скорее всего вам придется выбирать турфирму. Напомним, что компании-туроператоры формируют туристский продукт. Они бронируют и оплачивают отели, перелеты, трансферы, экскурсии и т.д. Определяют ценовую политику тура. А компании-турагенты реализуют туроператора, являясь организацией-посредником. Исходя из этого, цена у турагента может быть несколько завышенной по сравнению с туроператором. За тур, реализованный через турагента, перед туристом ответственность несет туроператор. Оформляя договор с турфирмой, обратите внимание на ту информацию, которая должна в нем обязательно присутствовать. А именно, информация о туроператоре, включая его юридический адрес, банковские реквизиты, а также о размеры страховки или банковской гарантии. Достоверная информация о потребительских свойствах туристского продукта, включая информацию о программе пребывания и маршруте путешествия, об условиях безопасности туристов. Дата и время, начало и окончание путешествия, его продолжительность. Информация о продавце, туроператоре или турагенте, включая его юридический адрес и банковские реквизиты. Сведения о туристе в объеме, необходимом для реализации туристского продукта. Права, обязанности и ответственность сторон. А также розничная цена туристского продукта в рублях и порядок оплаты. Условия изменения и расторжения договора. Порядок урегулирования возникших в связи с этим споров и возмещения убытков сторон. Порядок встречи, проводов и сопровождения туристов. Порядок и сроки предъявления, туристам требования о выплате страховки или суммы по банковской гарантии. Договором должны быть предусмотрены условия его расторжения и изменения по инициативе турфирмы. Турист вправе потребовать изменения условий договора или его расторжения при существенном изменении обстоятельств. Например, в случае ухудшения условий путешествия, изменения сроков поездки, например, при недоборе группы, непредвиденного роста транспортных тарифов, невозможности совершения туристам поездки по независимым от него обстоятельствам, болезнь, отказ выдачи визы и другое. Важно знать, что если договор уже заключен, то изменить стоимость тура без согласования с туристом компания турагент не сможет. В случае возникновения непредвиденных проблем, турист, как потребитель услуги, может требовать компенсации как материального, так и морального вреда. Кроме того, турист вправе предъявлять требования к турфирме по всем ее обязательствам, предусмотренным в договоре, то есть требовать от нее ответа за качество и состав оказанных ей услуг, в том числе, если они в рамках договора оказываются и другими лицами. Возмещение убытков при расторжении договора осуществляется в соответствии с фактическими затратами сторон. Сумма, выплачиваемая в качестве неустойки за нарушение сроков оказания туристских услуг, не может превышать стоимости туристского продукта. Иск о возмещении ущерба может быть предъявлен туристам туроператору либо турагенту и страховщику совместно. Выплата страхового возмещения денежной суммы по банковской гарантии не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и морального вреда. Сведения о туроператорах, имеющих финансовое обеспечение, договор страхования или банковскую гарантию, вносятся в единый федеральный реестр туроператоров и публикуется на сайте Федерального агентства по туризму. При наличии у туриста каких-либо претензий по качеству и объему услуг, ему необходимо предъявить такую претензию турфирме в письменном виде. Порядок и сроки предъявления претензий по качеству услуг должны быть оговорены в договоре. Если этого в договоре нет, турист вправе предъявить претензию в течение 20 дней с момента окончания тура. Ограничение этого срока в договоре неправомерно. Но в случае, если вам отказали в выдаче визы, вы не сможете предъявить претензии турфирмы, так как это выходит за рамки ее компетенции. Этим занимаются дипломатические представительства иностранных государств. Для избежания проблем с визой я рекомендую застраховать свою поездку от невыдачи визы. В таком случае убытки компенсирует страховая компания. При отказе туриста от забронированных услуг за 10 дней может удерживаться 10% от стоимости путевки. От 10 до 7 дней 20%, менее 7 дней 50%. Но могут иметь место и значительно более жесткие санкции. Что еще необходимо сделать перед поездкой? Позаботьтесь о медицинской страховке. Подготовьте документы, деньги, платежные карты, дорожные чеки и тому подобное. На всякий случай снимите копии с документов. Если вы планируете выехать в экзотическую страну, позаботьтесь о том, чтобы сделать необходимые прививки. Оставьте родным или близким вам людям координаты для связи с вами. Если в планах путешествия на своей машине, проверьте ее исправность. Отложите деньги для покупки всего необходимого, купите валюту. Проверьте содержимое своей дорожной аптечки. Там должны быть пластырь, бинт, дезинфицирующие средства, перекись водорода, йод, жаропонижающий, активированный уголь, средства от укачивания, от болей в животе, средства от расстройства желудочно-кишечного тракта, антигистаминные препараты, а также те лекарства, которые вы обычно принимаете. Неплохо, если вы сохраните список вещей, которые берете с собой до конца отпуска, чтобы быть в полной уверенности, что ничего не забыли в отеле. Приятного вам отдыха, побольше ярких впечатлений и положительных эмоций. Особое мнение было в эфире в студии адвокат Михаил Пахомов. Ждем ваших звонков и писем. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова